Я тут кучу информации перелопатил, всем привет, и в общем решил, что этот простой монтаж жерлицы, который я вам покажу, самый легкий и самый уловистый. Но прежде чем приступить непосредственно к монтажу, жерлицу, какой бы она ни была, необходимо слегка доработать. Самое первое, проверяем катушку на предмет заусенцев и облоя. Если есть, тщательно зашкуриваем, обрезаем, шлифуем. На мой взгляд, это важно. Маленький торчащий писюлек может легко тормознуть сматывание лески и заставит выплюнуть хищника наживку. Следующий шаг, красим катушку. Из коробки они идут, как правило, одноцветные. Это плохо, издалека не видно, сматывается ли леска. Кто-то наносит крестообразные метки, но мне больше нравится, когда закрашена половина окружности катушки. Удобнее всего закрасить белым автомобильным нитромаркером. Только маркер берите посвежее, чем у меня и мазюкайте погуще, чем я. Хотя, как оказалось, водорастворимая латексная краска ложится и держится не хуже. После того, как катушка высохнет, можно наматывать леску. Тут важный момент. Катушка крутится во время намотки по часовой стрелке, соответственно леска ложится против часовой. Так свист лески будет идти прямо в лунку. И только при таких условиях будет работать система антиборода, если она есть на вашей жерлице. У меня есть, и она тоже нуждается в доработке. Это отверстие на кронштейне катушки. Сам кронштейн, по заверению производителя, сделан из суперпрочного оружейного пластика. Ну, на моей жерлице терминатор. Соответственно, такие же суперпрочные и острые края у этого отверстия. Варианта два. Либо развальцевать, либо завтулить. Я выбрал последний, как самый легкий. Вставляем кусочек стержня от гелевой ручки и заплавляем зажигалкой с обеих концов. Далее, если все же решили пользоваться антибородой, надо пропустить леску снизу вверх в это отверстие, сделать полный оборот вокруг катушки против часовой стрелки и спустить леску вниз. Ну, а теперь, собственно говоря, монтаж. На леску одеваем силиконовый стопор. Надо-надо. Как по мне, не дает срываться грузилу вниз при любых манипуляциях с живцом. Потом одеваем скользящее грузило. И, мое мнение, его тоже неплохо подготовить. Грузило, как и кстати леска, подбирается исходя из ваших условий рыбы и глубины. Я намотал 0,3 леску, а оптимальный вес грузила обозначил в 10 грамм. Глубины ловли в наших условиях не очень большие, как и сама рыба. 10 граммовых наливок в шаговой доступности я найти не смог, поэтому взял 22 граммовый и расплил их на две части. Чтобы края грузил не резали леску, повторяем то же, что и с кронштейнами. Тонкие гелевые стержни и зажигалка ликвидируют этот недостаток. Осталось надеть грузило и следом за ним еще один стопор. Он, во-первых, не позволит отбивать грузилу по узлу, а во-вторых, с помощью него можно регулировать степень свободы живца. Все. Осталось привязать нужной длины поводок любым узлом, который вам нравится. Можно восьмеркой, можно одним из самозатягивающихся узлов, а на поводок крючок. Жрлица готова. Всем хороших уловов. Оставайтесь на канале. Всем пока.